Какое по счету это судебное заседание, участники уже не помнят. Суть спора – многоэтажная парковка в центре города, которая построена незаконно. В этот раз иск подала уже администрация города. Начать рассмотрение дела в отсутствии неревшихся сторон, надлежащим образом извещенных о времени судебного заседания. До этого в суд обращались и местные жители, и предприниматели. Дело в том, что от соседства с Махиной страдают другие здания. По стенам пошли трещины, а дворы превратились в бетонные мешки. В этих трех жилых комнатах солнце ноль. В окна Оксаны Викторовны солнце не заглядывало уже более года. В любую погоду и время года ее жилище больше напоминает склеп. Темно, холодно и сыро. Коэффициент естественной освещенности в трех жилых комнатах составляет столько-то, что является нарушением требований пункта 5.2 санитарных норм. Александру Благодарову повезло еще меньше. За его окном теперь строительная шахта. Раньше здесь небольшие двухэтажные крыши были, домов саратовских. И над крышами закат солнца. То, что по соседству с памятниками архитектуры должна была появиться современная стоянка, местные жители знали. Вот только по документам, которые изначально оформлял застройщик, она должна быть одноэтажной в 18 метрах отсюда. Вот окно и стена жилого дома. Буквально два шага и начинается строительная шахта современной многоуровневой парковки. Суд давно уже постановил, что предприниматель должен разобрать лишние этажи. Приставы подтверждают, это единственная перспектива в деле. Либо самостоятельно должник снесет, либо мы привлечем средства, будь то федеральные, либо вызыскатели, и снесем эту постройку. Сомневаться здесь не стоит. Но администрация города решила пойти дальше. Восстановить свое право на землю, которая предпринимателю была сдана в аренду. И освободить центр города от застройки вовсе. Но судья приняла решение одноэтажную парковку оставить. В связи с тем, что нарушены все-таки, грубо нарушаются права собственника земельного участка, а именно администрации города Саратова, надеемся, что они не удовлетворятся данным решением. И будут его обжаловать в установленном порядке. Но пока в суде решается вопрос с первого этажа, сам предприниматель Виктор Боходский не торопится разбирать лишние шесть. Вопреки уже действующему приговору, строительная бригада продолжает отделочные работы. Марина Рыжкова, Олег Буланов, новости, телеобъектив.